Спектакли по пьесам детей поставят три театра Сибири. Красноярские тюсы, театр Пушкина, а также Новосибирский глобус. Произведения для будущих спектаклей писали школьники, воспитанники детских садов и дети с ограниченными возможностями. Сегодня режиссеры отобрали 14 лучших работ для детей. Когда можно увидеть профессиональные постановки начинающих драматургов, расскажет Александр Ловицкий. Международный проект «Класс Акт» предполагает, что дети под руководством известных драматургов пишут пьесы на волнующие их темы. А уже профессиональные актеры театра воплощают их на сцене. Пять дней со школьниками, гимназистами, воспитанниками детских домов и детьми с ограниченными возможностями работали известные российские драматурги. Мария Зелинская, многократный финалист, лауреат конкурсов и фестивалей молодых драматургов, а также Вячеслав Дурненков, автор 20 пьес, многократно печатавшихся в российских журналах. За это время ребята написали собственные произведения на волнующие их темы. Получилось 14 пьес. Свои работы они читали своим же будущим актерам. Мы за хорошие поликлиники, мы за бесплатную медицину. К толпе митингующих подходит мама, папа и сын. Это фрагмент из пьесы Марии Ярошовой «Митинг». Он рассказывает историю мальчика, родители которого погибли на митинге. И тот решил отомстить, устроив террор на аналогичной акции протеста. Но в итоге сел в тюрьму. Как выяснилось, несмотря на юный возраст, авторы затрагивают очень серьезные темы. Мораль того, что люди в принципе не должны мстить, если что-то происходит по той или иной причине. Никто в этом не виноват, если несчастные случаи происходят. На втором этапе долгожданное для авторов событие. Три именитых режиссера Олег Рыбкин из Красноярского театра «Пушкино», Роман Феодорий из Красноярского «Тюза» и Алексей Крикливый из Новосибирского театра «Глобус» готовятся поставить пьесы ребят на сцене. Сейчас идет распределение сценариев и напутственные слова авторов, которые в общем-то сводятся к одной мысли. По мнению режиссеров, популяризация драматургии среди подростков – очень важный аспект их работы. К примеру, Алексей Крикливый, когда услышал о проекте, бросил все свои дела и приехал в Красноярск. Нужно было отложить еще пару дел, но это не страшно совершенно. По-моему, какая-то затея очень прекрасная, интересная и какая-то светлая. Но я вот уже сказал, что есть такие предложения, от которых, наверное, не отказываются. Режиссеры делятся. Законечный результат им страшно, как никогда. Многие из ребят написали не просто пьесы, а полноценные произведения литературы и на плечах театралов большая ответственность. Тем более, что свои пьесы дети писали с абсолютной искренностью. Это такой редкий момент, когда ты реально начинаешь понимать, что ты занимаешься не просто какой-то профессией или, в лучшем случае, каким-то творчеством, а ты занимаешься чем-то действительно живым, настоящим. Главная цель всего проекта – не сделать из детей профессиональных драматургов, скорее дать им эмоциональное общение с окружающим миром. В целом должен получиться спектакль, состоящий из трех актов. Называться он будет «Право писания». На его подготовку у театралов остались считанные дни. Финальный спектакль «Право писания» поставят на сцене красноярского тюза 24 ноября. Кстати, в этом году акция благотворительная. Все деньги, вырученные со спектакля, пойдут в фонд помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Александр Ловицкий, Александр Ермошенко. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова